Светлана Крекина – чемпионка России. В феврале на главном турнире страны Владимирская спортсменка выиграла две золотые медали в одиночном и парном разрядах. Сегодня на сочинском турнире Светлана – пример для подражания и мотиватор для молодежи. Такого высокого звания она добилась после 30 лет упорной работы. Это было очень неожиданно. И, конечно, я очень счастлива, что получилось так, что я его выиграла. Лет 10 назад я была серебряным призером, но чемпион – это чемпион. Важно упорство, труд. И даже если что-то не получается, никогда не сдаваться, стараться работать. Сама же чемпионка России на сочинском турнире приходит в форму после летних каникул. Это первое соревнование в нынешнем сезоне. Остальные спортсмены – возможность. Сразиться с лучшей теннисисткой стороны считают за честь. И здесь важен не столько выигрыш, сколько сдача норматива на звание мастера спорта. С этой целью на традиционный уже 49-й турнир приехали 30 спортсменов из Краснодарского края. Краснодарка Виктория Климченко этот этап уже прошла. И теперь добиться результатов помогает совсем юным спортсменам. Дальше хочется представлять свой край и, наверное, помогать им, младшим ученикам воспитывать и направлять их. Потому что хочется, чтобы Россия выступала все-таки намного лучше, чем на данный момент. Если мы будем поднимать своих девочек в каждом своем регионе, мастера, которые могут передать где-то опыт, где-то морально их поддержать. За годы проведения сочинского турнира в нем принимали участие сильнейшие спортсмены Советского Союза. В числе участников были чемпионы мира, заслуженные мастера спорта. За 49 лет, отмечают организаторы, не было ни одного перерыва. И все эти годы кубанские спортсмены на высоте. Мы недавно стали единственными в Краснодарском крае из всех видов спорта победителями спартакиады учащихся России. А по спартакиаде учащихся вообще оценивается работа в регионе в любом виде спорта. И вот мы единственные первые, поэтому нам есть чем гордиться. Сочинцы, к сожалению, обороты сбавили. Но все равно мы не забываем, эти турниры проводятся и для того, чтобы сочинские ребята подключались. Работаем, по крайней мере, и будем работать дальше над тем, чтобы в Сочи и в районе Сочи развивался настольный теннис. 49-й всероссийский традиционный сочинский турнир по настольному теннису будет проходить вплоть до 15 сентября. Посетить соревнования приглашают всех сочинцев. Вход на турнир свободный. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.